Открытие третьего тысячелетия. Рекламно-информационный эфир на Эхе. Доброе утро. В прямом эфире Эхо Москвы в Уфе. Меня зовут Дарья Кучеренко. И у нас в гостях сегодня руководитель компании Финам в Уфе, финансовый эксперт Руслан Валиев. Я вас приветствую. Здравствуйте, Дарья. Мы сегодня будем говорить о прогнозах на 2018 год, экономических, конечно, прогнозах. Если у вас, уважаемые радиослушатели, будут вопросы на протяжении нашего эфира, вы их, пожалуйста, присылайте по номеру плюс семь девятьсот двадцать семь тристо четыре десять пятьдесят один. Только не забывайте подписываться. Ну что, Руслан, вы нас успокоите, обнадежите или расстроите. Какой вообще прогноз основной на 2018 год? Сразу хочу внести небольшую ясность в то, что делать прогнозы и делать это с умным видом о том, что ты действительно знаешь, о чем говоришь. Это дело неблагодарное. Да, с одной стороны, можно попасть пальцем в небо и прослыть гуру. Потом сказать, вот ты я. Да, конечно, я, ну, за те более чем десять лет, в течение которых связан с финансовым рынком, и сам много экспертов видел, и сам зачастую даже вынужден был давать некие прогнозы, и часто они сбывались, причем иногда даже с точностью там до рубля и копеек, что касалось курса доллара, вот на волне 2014-2015 года прямо вот получалось это делать практически идеально. Вот, поэтому в этом смысле быть уверенным сто процентов, что эти прогнозы сбудутся, наверное, неправильно. Но очень важно понять, что этот год наверняка будет интересным, потому что все-таки с одной стороны есть у нас официальная позиция монетарных властей, так называемых, которая заключается в том, что инфляцию мы в прошлом году практически обуздали, ключевую ставку в связи с этим Центрального банка понизили, и она будет продолжать понижаться дальше. Вот, в этом, скажем так, находится официальная позиция. И с ней можно вот как раз-таки согласиться, а можно не соглашаться. В этом и есть, наверное, противоречивость экономических прогнозов на наступивший год. То есть, если согласиться с тем, что ключевая ставка будет снижаться, это значит понять, что, в общем-то, инфляция у нас убеждена, и она не появится в этом году вновь. Но, с другой стороны, вот есть тенденции, связанные с удорожанием топлива. Конец прошлого года и начало этого года, мы это все видели, да, и многие брались объяснять, почему это происходит. Тут же две причины. Одна – это, опять же, политика государства, основанная на том, что нужно повысить акцизы, а они были повышены с 1 января, там, более чем на рубль, на каждый литр, около 10%, и на 7% будут повышены с июля, что так или иначе войдет в стоимость топлива. Плюс рост цен на нефть на мировой арене, так или иначе, все вместе это приводит к росту бензина. Считается, что после выборов этот рост продолжится. Так вот, к чему я все это долго рассказываю. Удорожание бензина так или иначе приводит к удорожанию всего. Всех продуктов, товаров, абсолютно всего, да, то, что у нас есть на рынке. И в связи с этим вот немножко появляется противоречие, да, то есть если мы снижаем ключевую ставку дальше, значит, мы признаем, что инфляции нет. А если бензин дорожает и дорожает вслед за ним все остальное, значит, инфляция есть. И, соответственно, можно сделать вывод, что дальше ключевая ставка вряд ли будет очень сильно снижаться. Хотя, наверное, еще процентик мы можем себе позволить. А может быть и нет. Все будет зависеть от ситуации, которая сложится после выборов. Ну вот смотрите, если с товарами, в принципе, понятно, россияне уже научились экономить и экономить хорошо, это показывают все опросы, значит, в 2018 году у нас будет возможность научиться еще лучше экономить. Но если все-таки хочется не только экономить, да, и как-то выживать, а хочется еще как-то накопить на что-то, как-то приумножить, может быть, даже свои финансы, что делать этим людям? На фоне вот этих событий, о которых я говорил, причем неважно, какой из прогнозов реализуется, оптимистичный, с низкой инфляцией, низкой ключевой ставкой, или пессимистичный, в любом случае на первый план выходят инструменты, связанные с финансовыми рынками. То есть не просто банковские вклады, где есть фиксированный доход высокой надежностью, но низкой доходностью, но все-таки некие альтернативные варианты. При низкой ключевой ставке банковские вклады и так низкоприбыльны, а при высокой ставке, при высокой инфляции, они в любом случае эту инфляцию не покрывают с хорошим запасом. Поэтому надо искать. На финансовом рынке, к счастью, есть варианты, мы о них уже неоднократно в наших эфирах говорим. И есть даже очень надежные, простые, понятные, такие как индивидуальный инвестиционный счет. В конце прошлого года, 2017, просто бум случился на рынке по поводу этих счетов. Многие приходили даже в последний рабочий день, 29 декабря, оставили на потом, для того, чтобы его открыть, пополнить на 400 тысяч и получить уже в начале наступившего года налоговую льготу в размере 52 тысяч. То есть это способ за короткий период времени получить 13%, то есть даже не в год, а месяц в два получается. Плюс этот счет ведь работает. Не все успели вот эти деньги, вложенные на ИИС в конце года, тут же куда-то определить какие-то акции или облигации. То есть достаточно было просто пополнить, зафиксировать этот факт, получить право на льготу, а вот уже разобраться с этими деньгами, куда их направить, можно позже. Некоторые до сих пор не разобрались, вот уже у нас январь скоро закончится, да, вот, а придут в любое удобное время, там, в течение полугода, и мы определимся, а что делать с самими деньгами? Просто купить на них облигации федерального займа и заработать там 10%? Или, может, мы все-таки немножечко рискнем, учитывая, что ИИС это долгосрочный инструмент, купим каких-то акций, сформируем правильный портфель, куда будут капать дивиденды, во-первых, ежегодно, во-вторых, эти акции имеют перспективу все-таки роста. Наш рынок до сих пор остается лакалым кусочком, в том смысле, что он очень недорого стоит относительно других рынков, в том числе американского. Вот, например, в 2017 году индекс московской биржи, он не вырос, он даже немножко упал по итогам года. Вот, если переводить в доллары, то еще дешевле получается. Вот, а я, например, открываю финансовые новости, допустим, Коммерсант, и они пишут, сегодня вышла эта статья, российские акции привлекли инвесторов низкой ценой. В четверг индекс московской биржи обновил исторический максимум, вплотную приблизившись к уровню 2300 пунктов. Первый, начало года у нас как раз-таки отличилось в этом смысле ростом. Индекс растет, акции дорожают. То есть есть у участников рынка оптимизм, и в том числе у иностранных инвесторов. Это позитивный сигнал. Но здесь как можно рассуждать? Наверняка факт выборов, которые у нас скоро состоятся, он никак не смущает участников рынка. Всем понятно, чего ждать в результате этих выборов. Стабильность. Стабильность, будем так называть, да. Поэтому, покупая акции, они, в общем-то, не думают о политических рисках. Они, да, имеют в виду какие-то экономические риски. Но ведь с учетом того, что нас ждет вот эта вот стабильность, мы не можем говорить, что у нас резко что-то изменится. Ни в хорошую, ни в плохую сторону. Мы будем именно в этом тренде находиться. Но для инвестора, наверное, это и неплохо. Особенно, если он покупает акции в долгий срок. А просто вот возьмем человека, который, может быть, не очень хочет играть на бирже, рисковать. Вот вы говорите, что невозможно сделать экономический и финансовый прогноз. И понятно, что если у человека нет очень много времени сидеть, все это изучать, вникать в это, он может не угадать. И это может быть для него слишком сложно. Просто, допустим, купить валюту и положить ее куда-нибудь в сейф. Это вот выход или не выход? Это все равно, скажем так, если не идеальный выход, то, по крайней мере, попытка найти это решение. То есть это уже хорошо, чем вообще ничего не делать. Но я что скажу. Последнее время я провел несколько образовательных мероприятий. Сам лично в нашем офисе с людьми обратную связь получил. И понял одну простую вещь. Что учиться биржевым делам, торговле, вовсе не обязательно с целью того, чтобы заняться этим плотно, лично выделить время и так далее. Это полезно, в общем-то, просто для себя, для общего развития, для повышения собственного уровня не только финансовой грамотности, но и вообще уровня, не знаю, интеллектуального развития. Потому что там очень многие вещи раскрываются, понимаются механизмы того, как все это работает, и легче становится даже в повседневности заниматься каким-то планированием. Это как учат продажников и говорят, вот, учитесь с людьми общаться. Это вам поможет не только в продажах, но и вообще, в принципе, общаться с друзьями. Я смотрела вчера и сегодня как раз рубрику «Финансы» в разных СМИ, которые пишут об этом много статей. Вот ведомости, у которых довольно насыщена всегда эта рубрика, они тут приводят цитату Джейсона Цвейга, который является ведущим рубрики в «The Wall Street Journal». И вот следующий цитат. Создайте виртуальный портфель и проводите в нем гипотетические сделки. Если выяснится, что вы постоянно переоцениваете свои шансы на выигрыш, вам лучше не играть. Насколько, в общем, приближено к реальности это рассказывает? Очень даже хорошее предложение. Оно актуально для тех, кто все-таки действительно серьезно подумывает о самостоятельной торговле. Вот проверить аппетиты к риску свои, это очень хорошо помогает. И если мы почувствуем в результате этого эксперимента, что аппетиты высоки, то, наверное, есть смысл выбрать какие-то готовые портфельные решения, которые предлагают брокеры с соответствующим риском. У них, по крайней мере, управление капиталом, так называемое, управление рисками, оно продуманно. То есть и в соответствии с высоким риском есть ожидание высокого дохода. Когда человек сам слишком высоко рискует торгой, зачастую у него так называемое ожидание дохода, оно мат ожидания, мы его называем, математическое, оно ниже. То есть оно даже может быть ниже, чем потенциальный риск. Тогда точно заведомо обеспечен проигрыш. А биткоин в этом году покупать есть смысл? Как он вообще, как вот вся эта история с биткоином показала себя в семнадцатом году? Я очень оптимистично настроен с точки зрения самой технологии блокчейн, на основе которой реализован биткоин и другие криптовалюты. Считаю, что прогресс невозможно остановить, даже если сопротивляться этому. В любом случае он будет занимать свое место в жизни нашей. Но, как знает, как история человеческая доказывает, не всегда этот прогресс идет гладко. То есть происходят откаты, серьезные такие реакции, так называемые. Так вот, в процессе вот этого внедрения конкретно с биткоином может все что угодно происходить. А именно то, что мы видим, вот обвал последний там на 30%, а то и там в два раза, да, в некоторые моменты он был. Это все то, что доказывает, что действительно нет стабильности, ее здесь не будет и ждать бесполезно. Перспектива есть. Я не скажу, что конкретно биткоина все будет однозначно хорошо. Возможно, у конкретного биткоина все будет плохо. Но у криптовалют как таковых в целом будущее есть. Поэтому зарабатывать на этом в том числе, наверное, можно. Но все-таки рисковать всеми накоплениями, вкладывая их, я бы не рекомендовал, потому что я могу сказать, что вот может быть такой серьезный откат в прогрессе, что в моменте все лопнет. И лишь новое поколение тех же самых криптовалют, которые возникнут на обломках первого поколения, покажет уже долгосрочный эффект в будущем. Тем, у кого сегодня, прямо на данный момент, есть биткоин, что следует с ними делать, на ваш взгляд, пока оставить или продать? Уж если купили и появилась вера в это, то вот в данной ситуации, нет, наверное, конечно, продавать не надо. Даже надо докупить еще, пока подешевело. Ну, как бы логично. Но, опять же, не на все и вся, да, а на те деньги, которые сами по себе не жалко потерять. Не могу вас не спросить, как финансового эксперта, о том, что сейчас происходит в России с новыми купюрами. 2200 рублей, казалось бы, такие красивые бумажки, похожие, кстати, на евро нам напечатали. И выясняется, что не все магазины, причем даже магазины крупные, их принимают. Просто отказываются, боятся, без объяснения причин не принимают. Что это такое? Вот вы часто говорите о финансовой грамотности, о повышении финансовой грамотности. И отмечаете даже, что растет финансовая грамотность населения в России. И при этом мы видим вот такое вот. Она растет очень низкими темпами. Когда у нас эффект очень низкой базы, да, мы несколько лет назад говорили, что финансово грамотные полтора процента людей. Так вот, теперь их стало больше, там, 2 процента. Но 98, я утрирую, но примерно понятно, о чем речь. Действительно, с этим большая беда. То, что происходит с купюрами, ну, это просто и смех, и грех, да. Я действительно видел истории, в фейсбуках, интернетах читал. Вот, ну, наверное, пройдет. Действительно, у нас много лет не менялись денежные знаки в стране. Вот реально много. Поколение выросло уже. Я вот в детстве помню, там, в 90-е, мы привыкали каждый год к новым деньгам, и никто не парился. То есть в одной стопке могли быть разных образцов купюры одного достоинства. Там, тысячерублевая купюра трех видов, например. Это было нормально. Сейчас, да, вот эта самая стабильность привела к тому, что люди боятся. Ну, наверное, торговым организациям есть смысл проводить некое обучение, как и банкирам в своих кассах, чтобы хотя бы рассказать, что есть такая история. Вот почему-то мне кажется, что о новых купюрах всем очень много рассказывали, предварительно еще, конкурс, отбор, чего только не было. То есть мы ждали их так или иначе. То, что есть люди, которые не в курсе, ну, вот это недоработка тех же самых властей, у которых огромный ресурс информационно-административный для того, чтобы информировать. Но они этим ресурсом не воспользовались в должной степени. Наше время подошло к концу. Спасибо большое. У нас сегодня в гостях на Эхи Москвы в Уфе был Руслан Валиев, финансовый эксперт, руководитель компании Финам в Уфе. Спасибо, до свидания. Инвестируйте грамотно. Никакого секрета.